всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале как вы видели название расклада сегодня мы будем диагностировать ваше энергетическое состояние на момент здесь и сейчас посмотрим по трем позициям позиции вы видите как обычно я ничего пока не меняю потому что пока так не чувствую хочу сказать вот что я недавно прочитал один комментарий вот и возможно ответ на этот комментарий будет кому-то полезен в комментарии было написано о том что скорее всего как ответ на мое выражение о том что я не люблю повторов вот и мне сказали что ну поскольку приходят новые люди да возможно те которые есть подписчики развиваются у них как-то вот меняется их энергетическое состояние что было бы неплохо если бы какие-то расклады повторялись я скажу так я не считаю нужным повторять какой-то расклад по одной простой причине что расклады все-таки они общие и они направлены на моем канале они направлены это знаете больше как некая такая демо версия если кто-то считает что вот ну я мне этих позиций допустим не хватило но я хотела бы разобраться напоминаю что для этого существует как раз таки индивидуальная консультация ну то есть иногда знаете я понимаю что у людей есть какие-то вот благие намерения пожелания вот сделайте это сделайте то у меня всегда возникает такое ощущение что мной пользуются почему потому что если вы что-то просите и просите такое достаточно ну допустим специфическая а я говорю как вот сейчас да ну не нравится мне делать повторы да это мой принцип такой я на своем канале такое не делаю вот и кто-то очень вежливая и культурно предлагает ну а может быть все-таки стоит вот когда я решу что стоит тогда я сделаю но если кто-то например считает что блин ну почему ты так не делаешь волком на личную консультацию просто знаете иногда не бывают такие моменты что я читаю и я не понимаю ну вот к чему это все да если что-то кого-то не устраивает есть личные для этого консультации но на личной консультации люди не приходят так часто по причине того что за это надо платить а мы в этом мире привыкли брать вот все так бесплатно да то есть я хочу получить ответ но при этом я не хочу приходить себе на личную консультацию разбираться да а я хочу вот так вот послушайте чтобы ты бесплатно мне дала ответ но вы понимаете что это вот не совсем правильно не совсем корректно поэтому я буду делать так как я считаю нужным безусловно я услышала мнение я говорила неоднократно что да вы можете высказывать если я посчитаю это нужным если это согласно моим каким-то принципам я это сделал если его не посчитаю я это делать не буду это один ответ второй момент знаете такое может быть еще это для тех кто задумывается иногда бывает так что и я про это неоднократно говорила что слушатели перерастают торолога я всегда себе значит меня да то есть вы достаточно хорошо поработали над собой разобрались каких-то моментов да и вы понимаете что больше не созвучно и вот когда вы ощущаете что мне расклады уже ваши не отзываются это не значит что а поменяйте вы что-то или не на своем канале чтобы мне стало это как-то отзываться нет нет не про это а это просто про то что вам нужно то есть если вы уже считаете что нету такого созвучия есть здесь велика вероятность двух вариантов один вариант что вам возможно нужен кто-то другой да с кем вы будете на одной волне это один момент и вы ищете другого коллегу мастера для себя а есть и для более продвинутых есть такая-то супер версия того что вам уже не нужна информация дополнительно от какого-либо торолога вы уже сами очень хорошо разбираетесь в ситуации можете находить причину следственной связи и вы это очень высокий уровень на самом деле да когда ты понимаешь что у тебя есть свой путь я этот путь сам найду я не буду прислушиваться к мнению других людей не потому что я эгоист а потому что мне это уже не нужно понимаете я уже это перерос я мне уже в этом скучно в этом нет моего развития и вы это интуитивно понимаете есть еще и третий вариант с которым я сама лично очень часто сталкиваюсь это вариант того что я подписываюсь на какого-то мастера я начинаю смотреть очень много роликов его они мне созвучны я начинаю как-то работать с этим потом наступает момент когда я говорю уже ну все да например таким характерным является александр полиенко вот я читаю в последнее время его посты либо какие-то ролики я понимаю что уже не то да уже не отзывается и я ухожу да но потом проходит какой-то период да я изменилась я как-то выросла и я уже по-другому смотрю на его ролики и я снова могу подписаться и мне будет уже интересно то здесь понимаете какой момент мы уходим а то есть взяли что-то допустим с моего канала до каска с раскладов какой-то информацию пошли индивидуально работать долгое время работы пока вы работаете вы меня не смотрят потому что не созвучно после того как проработали снова как-то случайно попали на какой-то расклад он вам отзывается стал заново по-новому отзываться но вы уже другие вы уже на это смотрите иначе поэтому и вы можете пересматривать те же самые ролики но ваше восприятие она будет другой вы будете слышать что-то другое то есть здесь такой момент что из-за того что на канале допустим есть там больше трехсот разных роликов срок давности это не говорит о том что это уже не актуально и как я это понимаю я сама свою смотрю свои ролики которым уже полтора два года снимались они для меня актуальны и это как раз таки в зависимости того как на каком уровне развития вы находитесь каждый раз когда вы переходите на новый уровень вы заново учите но под другим углом уже те же самые сценарии это как раз ки ответ тем кто задается вопросом о том что ну да я проработал например обиду да вроде бы все было хорошо я получал подтверждение прошло какой-то период и опять начинают что здесь не так это говорит о том что вот вы вышли на новый уровень и уже обиду вы смотрите по другим углом вот условно говоря да вы изучили верхнюю поверхность колоды потом перешли на другой уровень и уже вот здесь вот вам учить не надо но у этой колоды есть вот эта сторона и вы начинаете заново ее учить потом другая разные грани то есть допустим обида да как состояние она может быть одна но из-за того что вот вы постоянно растете вы в этой обиде к примеру в этой эмоции да вы можете что-то новое для себя находить и какие-то новые другие сценарии вас будет отзываться в идеале конечно же дойти до очень высокого уровня когда меня уже ничего не цепляет да то есть я вот настолько совершенен я настолько сам развит что я могу свои собственные какие-то детали какие-то проявления своего характера да уже просто шлифовать какие-то мелочи какие-то нюансы да то есть основная работа она уже проведена такой тоже может быть поэтому говорить о том что к примеру да мне уже не отзывается то есть не переживайте то есть вы готовы уже пойти либо в свободное плавание до самостоятельно вообще не напираюсь ни на какие костыли не на каких-то роликов не на каких психологов ни на что я иду своим путем это тоже классно это нормально и с другой стороны не забывайте что мой канал это не вечные костылины которые надо операции это какой-то временный период этап когда люди приходят и хотят что-то себе разобраться они получили какие-то ключи а дальше этими ключами они самостоятельно открывают двери им уже я не нужно и это нормально то есть я не призываю на своем канале чтобы была такая зависимость от меня да и это не есть конечно же хорошо не только от меня вообще от людей как таковых до быть зависимым быть привязанным привязка это есть зависимость наоборот свобода это чем больше вы отрезаете привязок в том числе и от людей вашей семье очень близких родных друзей то есть привязка сама по себе это не есть хорошее явление вот это вот я хотела вам сказать опять таки не это не критика да и то есть я не критикую а я высказываю свою точку зрения это как я это вижу безусловно я вижу благие намерения до когда человек горта сделайте вот так а сделайте так еще расскажу если я с чем-то не согласна я про это скажу я не буду подстраиваться под кого-либо почему потому что во первых это неправильно а во вторых знаете вот иногда тоже не нужно переходить вот эту вот черту что сделайте причем я это попрошу а вы если хотите сделать ну вот я просто не люблю такую вот манеру скорее всего общения что вот знаете какая-то претензия завуалированная что ну уже вот ну я не знаю как вам это объяснить то есть если хотите если что-то не устраивать приходите на индивидуальную консультацию и там лично с вами я поработаю потому что что-то там как-то не то чтобы требовать люди не требовали ему сказать что требовать но все равно знаете вот какая-то тонкая манипуляция считывается и мне это неприятно и поэтому я говорю об этом конечно же кто-то со стороны может сказать что ты ошибаешься безусловно я могу ошибаться но канал мой видение мое и кто не согласен с этим значит и расклады вам не будут подходить почему потому что я транслирую свою энергию я транслирую свою интерпретацию и если расклады не подходит значит и человек который то есть но нельзя так чтобы человек был плохой а вот там например продукт его был бы классный потому что все равно энергия от кого идет кто вкладывает энергию в тот продукт понимаете это сейчас но не прок а это вот взгляд со стороны как это может быть вот принципе все что хотела сказать я вам сказала в сегодняшнем раскладе я буду работать на колоде таро танец шамана прошу прощения логинова у меня будет колода и тин и будет колода сол карт 1 или 2 не помню по моему 2 сол кар 2 вот и я буду считывать вашу энергию да на сейчас момент здесь и сейчас убираю эти камешки наверно колода отодвину чтобы не думали что это вот с этой колоды я буду работать в этой позиции нет итак позиция номер один голубенький камешек ваша общая энергия ваше состояние на момент здесь и сейчас вот так сделаю так значит ваше состояние так сейчас вы закрываетесь ваше состояние такое энергетическое некой защиты очень много эмоций вас одолевает эмоции могут быть как негативные так позитивные вопрос не в эмоциях а вопрос в том что как вы их оцениваете до ваше отношение сейчас ощущение того что меня накрыло меня с головой и я как будто бы где-то теряю свою голову да то есть вот как-то я не могу справиться и могу справиться может быть здесь у кого-то то и критика может быть да может быть какие-то вообще не может быть проблемы какие-то сложности да то есть какая какие-то ситуации причем их несколько они могут быть ли либо все большие либо несколько маленьких но вот ощущение того что я уже не справляюсь я уже не могут как-то вот все накатилась все разом и все требуется какого-то решения все требуется как-то с этим взаимодействовать а я не могу у меня нет сил с одной стороны с другой стороны есть еще и вот какие-то страхи но здесь общее такое ощущение того что то что сейчас происходит она нужно вам для того чтобы вас изменить и вот знаете как бы да какие-то сложности какие-то трудности до происходит они приводят того что они заставляют вас воздействовать как-то вот иначе поступать как-то иначе на это направлено все ваши сложности а поскольку это все вместе и разом вы здесь ощущение того что вот как-то не можете логически объяснить каких-то ситуаций то что с вами происходит и вот возможно какие-то изменения которые тоже изнутри происходят и они отражаются во внешнем мире и у вас такая позиция что я хочу закрыться вы не убегаете но вы не находитесь вот в обороне в какой-то да сейчас достучаться до вас как-то вот пробить вас энергетически не получается знаете может быть еще много чего такого нового да то есть например ну к примеру новые отношения с человеком с которым а типаж такого человека он для вас абсолютно нов и вы ну то есть ваши обычные привычные сценарии они не работают и вы не знаете как взаимодействовать с этим человеком и вы здесь вот это вот ощущение некой такой потерянности расфокусировки и непонимания и из из-за этого вы ну то есть проще как-то вот уйти в подполье да на какое-то время чтобы как-то это все понять что со мной происходит а понимать вы не можете либо здесь есть такое ощущение что для кого-то да кто там ну вот хочется сказать да что кто-то влюбился потерял голову вот что то здесь такое но перемены которые происходят с вами они очень глобальны понимаете это ну к примеру где-то переезд на новую работу надо перейти либо надо как-то вот платить в ипотеку деньги какие-то и вот я я не знаю да то есть здесь общее ощущение того что что-то свалилась как 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 дайте здесь не то что это мешок какой-то а вот накрыла даже не свалилась а накрыла какой-то волной вот эмоциональная здесь эмоции я не справляюсь с эмоциями вот здесь вот общая энергия такая что еще какая еще вот и как раз ки в подтверждение вышла карта которая говорит мощное препятствие да то есть есть как какие-то трудности да с которыми вам кажется что вы не можете справиться но вот это вот ощущение некой беспомощности что я не могу справиться связано с тем что ту стену которую вы вокруг себя строить сюда какие-то внешние факторы хотят ее проломить чтобы ваша жизнь изменилась а а вы как будто бы ну вот не желаете я не говорю о том что вы держитесь как-то за это нет знаете здесь ощущение такого вот землетрясения да вот представьте вы есть находитесь в каком-то помещении начинается землетрясение очень сильное и стены могут где-то разрушаться да и вот это вот ваша естественный инстинкт самосохранения когда вы закрываетесь вот тогда вот руками голову закрываете чтобы если вдруг что-то обрушится да что вот как-то себя защитить здесь вот такая вот такое ощущение вот этой вот защиты но при этом вот это вот землетрясение либо кто-то с внешнего мира может быть ломает ваши стены но вы не знаете кто за этой стеной то есть там враг или друг то есть это будет во благо мне либо не совсем это один момент и второй момент что вот вам у вас устраиваются сейчас какие-то проблемы трудности которые вам нужно преодолеть через преодоление вот этих трудностей вы изменитесь ваша какой-то вот характер ваш он изменится вот это вот общая энергетика сейчас и это связано с вашими с вашим фундаментом то есть ваши мысли сейчас могут быть заняты финансовым каким-то аспектом до либо как то вот свою жизнь стабилизировать как-то изменить что-то таким образом чтобы в ней было более комфортно потому что там где вы сейчас там комфортно но все старое а вот вам хочется нового и при этом чтобы она тоже было комфортно это знаете как вот живете в старом доме до каком-то да уже все привыкла всем в нем вроде бы удобно но он старый и тут вам предлагает переехать допустим в новый какой-то дома увидите там новые евро ремонт да все удобства новая технология какие-то электро приборы до новые ну то есть все новое и это тоже комфортно но по отношению к прошлому да вы видите вот большую разницу и поэтому ваши мысли сейчас могут быть заняты либо финансом либо удобством либо комфортом уютом либо выстраиванием какой-то вот стабильности нового фундамента на будущее до которой вот прям ну на долгосрочную скажем так основу это ваших мыслях сейчас проскальзывает а вот эмоции то есть знаете как будто бы вот с финансами да как-то я справляюсь ну как так сказать там трудности тоже могут быть но они вам подвластны а вот то что вам не подвластно это ваши эмоции поэтому не случайно я сказал что ваше эмоциональное состояние сейчас то есть вы переживаете больше за свой эмоциональный фонда 100 с чем вы сталкиваетесь может быть вы столкнулись с обидами до с огорчениями возможно с критикой с осуждениями да а кто-то может быть сталкивается с каким-то предательством да может быть что-то узнаете о том что за вашей спиной говорят и вот это вот слухи либо речи либо мнение либо взгляды других людей со стороны на вас они вводят вас какой-то вот здесь вы знаете вот а я не ожидал что меня так виде да а ты действительно ну может быть он кто-то сказал да то есть друг долгое время там держал может быть на вас обиду до либо что-то делал и вот вам высказала в каком-то конфликте может быть да что ты не был для меня там настоящим другом в таком нету недоумение до ошеломлены потому что здесь вот такое вот ощущение да удивление как так ведь ты мне никогда об этом не говорил то есть ты никогда мне не показывал такую сторону оказывается я для тебя не являлся другом то есть вот здесь вот моменты предательства моменты того что то что со спины да то есть вы это не то что у вас визуально то с чем вы сталкиваетесь напрямую здесь как будто бы косвенно и это может быть что что-то идти из прошлого до вопрос предательства здесь про про проходит на данный момент и возможно через эти ситуации вы видите где вы себя ну то есть ситуация задача направлена на то чтобы увидеть где вы себя предаете в чем вы себя предаете да где вы себе возможно даете какое-то слово и не держите его да возможно как как-то вы поступаете по отношению к себе при первично да здесь еще такое знаете все таки у меня есть ощущение людей которые долго время боялись а сейчас как будто бы знаете вот эта вот ситуация которая с вами происходит эмоционально она направлена на то чтобы вы встали с колен знаете когда тебя подавляет подавляет морально и это все ниже 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 страхи потом в какой-то момент у тебя уже вырабатывать какой-то иммунитет на эти страхи и вы себе говорите все я я уже больше не боюсь ну то есть уже больше некуда далее есть по вот этот вот самый нижний порог того что ну хватит уже да то есть надо надо встать уже да как-то вот выпрямить и показать свой стержень что нет я уже больше такого не допущу то есть вот здесь вот как будто бы на это направлена ситуация на то чтобы вы стали с колен чтобы перестали бояться чтобы вы перестали здесь Если у кого-то заниженная самооценка, то трудности, сложности, которые вам даются, они направлены на то, чтобы вы изменились в сторону уверенности себя. С чем еще могут быть связаны? У вас есть вот все, что с вами происходит, да, общее такое энергетическое состояние, направлено на перерождение вас, на рождение вашего нового взгляда, возможно, на мир, на реализацию каких-то новых ваших желаний. Здесь абсолютно новое будущее перед вами открывается. И для того, чтобы какие-то, может быть, идеи, которые вы давно хотели реализовать, какие-то амбиции, как-то проявиться, понимаете? То есть, допустим, раньше вы были птенцом, это как в сказке «Гадкий утенок», а потом вдруг этот утенок вырос, и он превратился в прекрасного лебедя. Но вот вы находитесь на этом этапе, что вы уже лебедь, но вы себя в зеркало не видите. Кем вы стали? Вы видите себя еще вот этим вот гадким утенком, да. Как в мультике очень красиво это было описано, когда он прячется за забором и боится своей тени. И в какой-то момент выходит на свет, как в воде, и смотрит отражение, и видит себя прекрасного. Вот такой момент сейчас у вас происходит. Полное обнуление, и вы это видите. Знаете, люди уходят из вашей жизни, ситуации исходят из вашей жизни. Полное обновление для того, чтобы вы расширили как-то свои горизонты, чтобы вы увидели свои способности, вы увидели свой масштаб. Знаете, вот какие-то вот оковы у вас должны сняться. Поэтому вы закрываетесь, но как будто бы стены извне ломаются, да. То есть не птенец изнутри ломает свою скорлупу, чтобы родиться. То есть он все равно прикладывает какие-то усилия. А вы как будто бы, как я сказала, как землетрясение, это как будто бы внешние какие-то процессы происходят, и вы не знаете, как на них реагировать, и естественным образом боитесь. Так вот, извне есть уже какие-то вот эти вот колокольчики, звоночки, которые говорят о том, что что-то новое врывается в вашу жизнь. И еще раз скажу, будучи в своей пещере, вы видите тень, которая затмевает вашу пещеру, вход в пещеру. И вы не видите, не можете понять, это друг или это враг. Потому что что-то такое большое, закрыли вход в пещеру, вы не можете еще понять. Вот такая у меня была первая позиция. Позиция номер два. Красненький камешек. Так, посмотрим сейчас двоечки ваше энергетическое состояние. Здесь мне показывает хорошее состояние. Хорошее, то есть не негативное. А здесь, причем две карты, дополняй, да. Одна карта называется служение, да, где женщина находится в молитве, да. То есть служение, не служение людям, а служение каким-то высшим идеалам, да. Связи, может быть, с высшими силами. То есть сейчас я могу предположить, что ваше состояние такое более умиротворенное, да. Более спокойное, когда вы не взаимодействуете напрямую с внешним миром. Почему? Потому что, знаете, здесь карта молитвы, а молиться, она как-то вот в толпе людей, это не, ну, не совсем комфортно. Идеально, но не совсем комфортно. То есть мы как будто бы уединяемся для того, чтобы о чем-то попросить, да. Будь то это благодарность, будь то это какая-то просьба. То есть здесь молитва, то ли вы за кого-то просите, вымаливаете, ну, хоть карта служения называется, у меня здесь ощущение молитвы, да. Мне кажется, здесь нету каких-то вот благодарностей, да, за что-то. А здесь больше, как будто бы, знаете, просьба, и эта просьба больше о вас. То есть не в плане того, что дай мне денег, да, либо еще что-то, нет. А в плане, знаете, вот иногда мы просим, дай мне силы. Дай мне какую-то защиту, да. Дай мне какой-то вот инструмент, чтобы я смог справиться с чем-то. Вот здесь что-то такое у меня идет. Но хорошие энергии, приятные. Они такие, знаете, хочется сказать, рождественские, праздничные. Знаете, вот в преддверии праздников, особенно религиозных, да, всегда вспоминаем о ближнем своем, да, чтобы вот как-то ему помочь, что-то сделать. Вот здесь какое-то вот такое вот праздничное настроение, может быть, тоже. Но оно хорошее, оно не плохое. Может быть, кто-то здесь молится за человека, который находится в больнице, потому что мне показывают здесь больницу. Ну, в принципе, ощущение того, что вот вы больше как будто бы за себя, за себя молитесь. Даже если это благодарность, то за себя. Здесь вот, знаете, у кого-то может быть такое вот не очень хорошее просьба такая, да, забери меня, я устал, я устала, забери меня. Вот кто-то вот прям просит такой, знаете, вот крик души. Я устала от всего, я хочу куда-то. Здесь ощущение того, что кто-то с кем-то контактирует, я имею в виду тонкий план, не просит прям о каком-то уходе. Но общая энергетика, она такая эмоциональная, она красивая, она приятная, ощущение, вот, знаете, радуги такой цветной. Как будто бы здесь идет, может быть, кто-то просит о том, чтобы встретить человека, да. Причем этот человек может быть как незнакомый вам, ну, например, встретить партнера, так это может быть, например, встреча с кем-то, кто живет далеко, на каком-то расстоянии, долгого времени нету, да. Ну, я не знаю, например, хочу встретиться там с другом, с подругой, которая живет за границей. И вот здесь такая, знаете, здесь коммуникация идет, общение с тонким планом, да. То есть здесь есть, но здесь такое приятное, такое вот, как этот, бывает вот разные такие статуэтки, особенно на Рождество, да, когда идет воспроизведение рождение Христа, да, и вот он находится в своей колыбели, ну, там, сеновал такой, да, то есть вот воспроизводится что-то такое, вот, приятное, здесь приятная энергия. Какая еще энергия? Энергетическое ваше состояние. Здесь мне идут сны, идут сны какие-то, идут фантазии, идут мечты, ну, вот нету здесь контакта с людей, не вижу я, здесь не про то, что людей нет в вашем окружении, а вашего проявления и взаимодействия с людьми нету. Здесь больше человек показывает мне, взаимодействует вот как-то с тонким планом. Поэтому сказать, что вы одиноки, я не могу, нет, здесь вот, может быть, кто-то что-то изучает, может быть, как-то вот, ну, я не знаю, там, практикует медитации, практикует выход в астрал, вот что-то такое. Может быть, кто-то, знаете, здесь читает сказки рождественские, новогодние, какие-то вот, ну, мне идут звездочки, праздник, гирлянды, что-то такое вот праздничное. И почему-то это сказочное, да, то есть это вот фантазии, может быть, книги фэнтези, но какой-то вот Млечный путь, да, что-то вот здесь мне идут энергии матери, ребенка, может быть, у кого-то здесь ребенок, да, родился. Здесь вот такие энергии. Матери и дитя. Очень чистые, очень чистые энергии. Даже если вы мужчина, если вы мужчина, что здесь идет? Сейчас. Мужская энергия здесь. Знаете, здесь энергия мужчины, который торопится домой, знаете, вот с какими-то подарками, там, тортик, что-то такое, вот с какими-то подарками хочет человек вернуться, да, вернуться домой, вернуться в уют. Знаете, вот вечером, когда приходит мужчина с работы, да, а в доме там пекут, там, запахи вкусного обеда, и вот это вот детский смех, уют, и хочется вернуться, хочется окунуться, да, может быть, и ностальгия, да, у мужчины, о воспоминания, да, своего какого-то такого детства. Но вот здесь вот энергия рождественских каких-то новогодних праздников. Да, здесь что-то такое. Здесь просто я вижу леса, снег, домик, уют, печка топится, вот, и с холода быстро-быстро вернуться домой. Здесь такая вот энергия, да, вот, видите, и мысли у вас десятка час, то есть мысли у вас заняты семьей, да, вот, ну, для кого-то может быть создание семьи, а для кого-то вот напрямую, знаете, эмоции семьи, вот, семейности. Кто-то думает о семье, кто-то может думать о рождении ребенка, кто-то вот беременный и вот в предвкушении, что, ну, на последних сроках, что вот сейчас, сейчас родится ребенок. Здесь чувственные, такие вот прям, даже если нету партнера, да, независимо от того, мужчина вы или женщина, вот это вот ощущение в вашем поле семейных ценностей, вот они проходят, вы как будто бы об этом думаете, а вот в эмоциях, как раз-таки у вас идет разрушение, наверное, поэтому вы и думаете как-то о семье, то есть здесь разрушение, что-то неожиданное произошло, да, с чем связана башня, башня, здесь вы как будто бы, знаете, закрываетесь от возможности, от какого-то шанса что-то начать заново, либо у вас должно было что-то начаться и что-то разрушилось, и вы сейчас как будто бы закрываете, какие-то перемены, вот вы как будто бы в эмоциональном плане, да, закрываетесь от каких-то перемен, было разрушение, и вы закрываетесь от этих, чтобы пойти в новое, здесь для кого-то может быть, что вы закрываетесь от возможностей, как-то куда-то поехать, да, что-то сделать, а для кого-то здесь может быть переживание от того, что вы не можете поехать, наверное, здесь вот поэтому какая-то вот поездка, какое-то соединение, воссоединение происходит, вот, и, ну, то есть, возможно, вы хотели куда-то поехать, и это не случилось, причем неожиданно, да, то ли билеты отменились, то ли как-то вот границы закрылись, ну, вот что-то такое, да, неожиданное, как-то вот разрушились ваши планы на какое-то соединение с кем-то, либо на какую-то поездку куда-то, либо здесь могут быть эмоции, переживания по поводу того, что, а смогу ли я снова создать какие-то вот отношения, то есть здесь эмоции, они связаны с разными моментами, первое, это может быть поездка куда-то либо к вам, второе, это какие-то перемены в вашей жизни, которые вы хотели бы, но вы закрываетесь, либо наоборот, вы долгое время закрывались от каких-то перемен в своей жизни, связанных с эмоциями, мы эмоции рассматриваем, но они сейчас разрушились, то есть вы как будто бы выстраивали какие-то границы, но защищались от чего-то, но вдруг что-то произошло, и эти границы разрушены, то ли вы как будто бы поняли, что окей, оставляю прошлое позади и иду вперед, то есть разрушаю свою собственную защиту и иду вперед, либо наоборот, нужно что-то преодолеть, разрушить, здесь несколько прям вариантов показано, так, как у нас, вот так, что касается ваших желаний, вашего дальнейшего движения, вашего будущего, куда, что здесь пока вы не знаете, здесь пока идет какая-то остановка, вот в реализации, здесь ощущение того, что вот вы полностью перефокусировались на семью как-то, это может быть ваша родительская семья, не обязательно ваша семья, да, то есть с эмоциями пока ничего не понятно, не определено, то же самое в профессиональной сфере, тоже пока вот какое-то застывание, замороженное, замороженный период, ничего пока не происходит, и у вас пока нету желаний, возможно, вы находитесь сейчас в этапе, когда вы просто присматриваетесь к тому, куда вам идти, что вам делать, может быть, кто-то получает здесь какие-то новые знания, да, ушел в самообразование, возможно, здесь наоборот, кто-то для себя понимает, что я не могу двигаться вперед, потому что я как-то не уверен, и как рекомендация нужно сделать первый шаг, первый шаг, знаете, в сторону своей какой-то вот независимости, но пока вы действовать не будете, здесь нет каких-то действий, здесь есть только период обучения, да, период присматривания, период изучения чего-то, что в дальнейшем вам поможет стать таким независимым человеком, либо если вы хотите открыть как-то вот свой бизнес, вы пока присматриваетесь, ну, подготовительный такой этап, конкретных действий я пока не вижу, я вижу здесь такое, знаете, некое зависание, то есть это может быть, например, я не иду на расширение, в своем бизнесе, ну, то есть я жду, пока пройдут праздники, а потом я уже пойду в что-то новое, потому что здесь вот ощущение того, что вот какой-то этап должен пройти, как будто бы я должен досозреть, а потом я уже совершу какие-то действия, но в период созревания здесь нету бездействия, здесь вы тоже чем-то занимаетесь, как-то вот что-то изучаете, что-то здесь новое идет, вот, а что касается того, что сейчас у вас вообще происходит в жизни, на данный момент, какие результаты вы получаете здесь, вы как будто бы определяетесь дальнейшим вашим выбором, то есть отшельник, он всегда говорит о переосмотре своего какого-то поведения, своей формы жизни, стиля жизни, когда вы хотите определиться, куда я пойду дальше, и поэтому в профессиональной сфере, и вот как результат, вы пока сейчас не получаете чего-то такого ощутимого, вот, и здесь вот, знаете, вот я ушел, я ушел в свою пещеру, да, то есть я ушел в свою, допустим, там, родительскую семью, поехала на праздники к родителям, все, я ни о чем не думаю, я в домике, да, здесь вот, что-то такое, то есть здесь период какого-то, знаете, уединения, и это уединение, она вам идет во благо, да, вы как будто бы, может быть, никогда не были как-то вот сами, сами по себе, да, я не знаю, может быть, без отношений, может быть, никогда не жили дома одни, может быть, сейчас период такой, когда вот, например, там, не знаю, если вы взрослый человек, да, ваши дети ушли, ну, и уехали куда-то там, я не знаю, в отпуск, в отдых куда-то там, на учебу, не важно, и вот вы в доме одни, и вот такое вот, знаете, вот впервые такое ощущение, что вот я впервые остался дома наедине, ну, либо, я не знаю, детей отправили к родителям, там, муж уехал на рыбалку, к примеру, да, либо у мужа жена, например, уехала, забрала детей, уехала там к маме, вот я один остался, вот здесь вот такое вот ощущение, что я как будто бы наслаждаюсь тишиной, знаете, это действительно наслаждение, здесь нету энергии негативной, что вот я бедный, несчастный, нет, нет, здесь наоборот, такое, знаете, вот наполненность, да, мне хорошо, мне хорошо одному, поэтому вы и занялись, вот то, что я говорила, молитва, да, знаете, вот тишина, есть время подумать о себе, просто посидеть в тишине, понаслаждаться, как это хорошо, знаете, вот такое некое облегчение, ушам хорошо, ушам, когда очень много шума было, а теперь такая, знаете, тишина, и аж в ушах звенит, да, вот здесь, ну, отдыхает, голова отдыхает, уши отдыхают, вот что-то здесь такое, такая ваша энергия, и мы с вами переходим к позиции номер три, зелененький камешек, посмотрим ваши энергии на сейчас, в каких энергиях вы находитесь, так, отодвину, знаете, ощущение того, что вы сейчас излучаете какой-то свет, либо ваша энергия, знаете, очень уверенного такого человека, когда вы беременны какой-то идеей, независимо от того мужчины, вы женщина, да, и либо вы об этой идее кому-то рассказываете, либо вы, то есть вы нашивали долгое время, а вот сейчас об это как-то вот, ну, пропагандируете, проявляете, здесь как будто бы прожектор, вы находитесь в том состоянии, когда вы начинаете излучать то, чем вы наполнены на самом деле, причем это такой достаточно мощный поток энергии, который вы излучаете, да, вы стали уже заметны людям, да, люди вас замечают, вы как-то, знаете, успокоились внутри себя, есть такое успокоение, и отсюда есть уверенность, но здесь не такое расслабленное состояние, а здесь, когда, знаете, как в фильмах про фантастику показывают, когда там, ну, либо где про волшебство, да, когда человек вот прям направляет руки куда-то, да, и он полностью сфокусирован на том, чтобы, я не знаю, ну, поднять, например, камень в воздух, да, и вот он сфокусирован, нам показывают, как у него из рук, из ладошек выходит вот эта вот энергия, чтобы он поднял этот камень наверх, да, то есть такая сосредоточенность, уверенность, концентрация на чем-то, то, чем вы занимаетесь сейчас, здесь вот прям вы очень сильно сконцентрированы на чем-то, ага, знаете, на какой-то гармонии, да, это может быть, вы сконцентрированы на любви, вот так скажу, эта любовь может быть направлена вовне, либо она ваше внутреннее состояние, вот то, что я говорила, да, в гармонии, то есть быть в дружбе с самим собой, вы это транслируете, то есть сейчас вас считывают не таким человеком, каким вы обычно являетесь, а сейчас как будто бы какой-то вот особый такой период, не знаю, может быть вы наполнены, но я не могу сказать, что здесь вот такая вот мягкая энергия, что давайте я вас всех обниму, я наполнен любовью, здесь не про это, а здесь вы как будто бы свою силу посылаете на что-то, сила, это вот в контексте мыслей каких-то, да, намерений, вы излучаете что-то такое, чего раньше у вас не было, хочу просто понять, здесь это может быть связано с какими-то знаниями, то ли вы стали более открытым человеком, знаете, когда уверен в себе, тебе не страшно, тебе не страшно открываться, тебе не страшно доверять, тебе не страшно взаимодействовать, и вот ты не то, что на показ, и при этом я как-то вот не уверен, и как-то там ломаюсь, там чусь на одном месте, нет, а здесь такая, знаете, вот очень мудрая позиция, вот ощущение какого-то такого, знаете, вот мага с внутренним стержнем, который четко понимает, что он хочет, что он делает, здесь вот прям четкость, конкретика, но это не от ума, а это вот внутреннее состояние вашего стержня, что вы излучаете, знаете, иногда входит, находитесь в каком-то помещении, и приходит человек, очень такой уверенный в себе, такой со здоровой психикой, и он заходит, и вот от него идет какое-то излучение, да, и все на него лоб сразу поворачиваются, не потому что у него внешность такая, а это внутренняя энергия, бывает, знаете, про женщин как-то не очень, вот мне здесь больше такая, знаете, у мужчин, вот он, мужчина входит такой, и вот от него идет вот это излучение некой внутренней силы, силы, и это считывается так, как ты хочешь подойти, ты хочешь довериться этому человеку, да, он даже ничего не делает, вот у него такая энергия уверенности. О, две карты даже выпало. Вот я говорила энергии, вот посмотрите, выпала карта, которая называется целостность, и здесь как раз-таки этот японский дракон, который вот празднуют, да, когда она по восточному календарю, когда смена года, да, нам всегда показывают этого бумажного парад, там, где несут этого японского змея, да, этого бумажного дракона, вот, здесь ваша энергия, и она целостность. А это о чем? Так, сила инь. Знаете, вот ваша целостность, это женские, да, такие энергии, сила инь, но это про то, что вы, возможно, хорошо поработали с собой, понимаете? И вот здесь вот это вот ваше психическое состояние здорового человека, не физическое, а именно психическое, да, когда я уверен в том, что я скажу, я не переживаю, не боюсь. Здесь нету переживаний, здесь не то, что отсутствие страха, а здесь вот эта вот уверенность в себе, в своих действиях, это не гордыня, а это про то, что, знаете, бывает так, что когда ты веришь в свое дело, да, тебе действительно море по колено, тебе все равно, что о тебе говорят, там, хороший ты мастер или плохой, потому что то, во что вы верите в свое дело, вы его настолько любите, что даже если его и не примут, вы от него не откажетесь, потому что это часть вас, то есть здесь вот такое ощущение, такой подход не надменности, а вот именно здоровой психики. Я как-то по-другому не могу вам объяснить это, но я надеюсь, вы понимаете. Дальше, что у вас в мыслях? Так, а здесь в мыслях, смотрите, ваша общая энергия, это вот уверенность, да, гармония, баланса, но при этом есть какие-то страхи. Страхи здесь вот связаны как-то с кровью, знаете, может быть что-то родственное такое, то есть вы боитесь, как-то, то ли, нет, вы не за родственниками, вы родственников боитесь что-то, как они вас увидят. Знаете, это когда маленький, не маленький, а вот вообще молодой человек, ему захотелось покрасить волосы в синий цвет, либо в зеленый цвет какой-то, вот такой необычный. И вот он приходит домой, да, и шапку одевает, и вот ему страшно, да, как я покажусь так своим маме, да, что она скажет, вдруг она будет кричать, какой-то будет ругаться, или когда ты делаешь, да, свою, там, я не знаю, там, первую татуировку, как я приду домой, и как я это покажу, и что потом делать, и вот здесь вот какие-то такие мысли проходят, которые могут вывести вас из вашего баланса, то есть здесь как будто бы переживания могут быть по поводу того, это как-то связано с вашими близкими людьми, да, близкими людьми по крови. Что скажет? Здесь вот страх, что эти люди будут выводить вас из вашего вот этого состояния. Здесь такое ощущение, что долгое время я с этим работал, и вы изменились, но есть чувство, что как-то в какой-то момент, а вдруг, да, а вдруг будет все, как было раньше, да, вдруг я потеряю здесь вот страх утраты вот этого прекрасного состояния, в котором вы сейчас находитесь. Да, страх, что я его потеряю, когда я буду конфликтовать, то есть вы как будто бы боитесь конфликтов, боитесь как-то вот взаимодействовать с другими людьми, что вот эти конфликты, они выводят вас из состояния, в котором вы сейчас находитесь. И вот здесь вот чувство, что это вот ваш урок на самом деле. Не то, чтобы не вступать в конфликты, а то, чтобы и в конфликте находиться вот в этом состоянии уверенности, да, в котором вы и находитесь. Знаете, вот ощущение того, что ваш внутренний свет, он будет вам защитой. И вот с этой защитой, то есть не какую-то вам защиту кто-то ставит энергетическую, а вы являетесь, то есть ваше состояние, оно для вас некий щит. И поэтому даже когда вы войдете в конфликт, этот щит, он вас защитит, он, ну, ваше состояние не изменится. Здесь вам нужно понять, что ваше состояние, это, как бы так сказать, вы хозяин его, понимаете? Это не, не могут другие люди на вас повлиять никаким образом, если вы внутри себя не позволите. То есть если вы не будете опускаться на низкие какие-то вибрации, здесь вот ваш внутренний свет, он вас защитит. Поэтому ваша задача все время быть, вот этот свет хранить в себе, сохранять в себе этот внутренний свет, понимаете? Не терять его, не делать акцент на то, а что скажешь, как конфликт, ну, не на других, а на себя. Даже если вы в конфликте, вот в этом состоянии, в этот момент вам нужно свет свой не погасить, да, то есть усиливать, наоборот. Так, что такое? Что такое? Касательно вашего эмоционального состояния, здесь вот, знаете, здесь ваши, вот я говорю, ваши переживания все-таки, они связаны с прошлым. Как-то вот вы переживаете все-таки еще за прошлое, то ли боитесь, что оно вернется, скорее всего даже не само прошлое, а вы прошлой вернетесь. Вот это вот ваша, такая, знаете, общая энергия сейчас. Да, я поменялся, но вы как будто бы не уверены, не уверены тройке, что вы не верите сами себе. Это, знаете, вот я уже стал другой, а я этому как будто бы не верю. И здесь эмоции как-то вот из прошлого, то ли воспоминания какого-то, здесь прошлое, оно давлеет над вами, либо какие-то звоночки из прошлого идут, но это вот эмоционально вас цепляет. У вас, вы переживаете за то, чтобы, ну, что-то в прошлое не осталось позади. Вот за что вы боитесь, да. Что оно вернется, что точка не поставлена, что вы как будто бы не переродились. Вот вообще удивительно это, знаете, это как раз-таки бывают такие моменты, что я вроде бы пошел на тренинг, там что-то научился, да, и я мыслю, и начинаю как-то по-новому действовать. А внутри себя, через какой-то период, я все равно возвращаюсь к прошлым каким-то своим моделям поведения. И мне кажется, что, блин, ну ничего не сработало. Почему? Потому что изменения, они были не изнутри, они были снаружи. Ну, то есть я как этот, мимигрировал под других, и вроде бы типа все хорошо, да, я теперь стал другим, а суть внутренности твоя не изменилась. Так вот здесь наоборот, внимание, наоборот, не так же, наоборот, вы внутри изменились, а внешне вам кажется, что нет, что будет так, как было раньше, да, и вот какие-то вот переживания на этот счет идут. У меня тройки переселились из двоек. То есть вы развиваетесь, развиваетесь, и из двоек теперь перешли в тройки. Почему? Потому что вот тема как-то вот отношений, да, она стала для вас в последнее время, я замечаю, очень важной. То есть здесь аркан вот именно любви, да, любви. Это может быть и здесь вот вопрос любви. Если это не в отношениях, это любовь к себе, да, вы как будто бы научаетесь любить, любить себя. И здесь вот профессиональная сфера, как таковая, она вам не совсем сейчас интересна, сколько вам интересно. Либо вы ищете профессию, в которой будете любить свое дело, либо вы свое любимое дело хотите реализовать, но вот здесь вот прямая завязка на любовь именно и свои какие-то желания, да, свои какие-то амбиции, либо обучение, духовное вот развитие. Здесь все завязано на любви, на гармонии внутри себя. Ну, здесь, знаете, на самом деле есть такое ощущение, что как будто бы вы боитесь, если это отношение, да, снова войти в какую-то со-зависимость там, где есть больше двух людей. Либо кто-то здесь, знаете, вот может быть боится, что вот я встречу человека, а этот человек будет несвободный, либо будет все так же, как было в прошлом, предательство, измены и так далее. Либо здесь как вариант может быть такое, что вы выстраиваете как-то свой бизнес, свое дело, да, либо хобби, как я сказала, да, то, что вы любите, но есть страх, что что-то подпольное за вашей спиной будет делаться, да, либо будет вмешательство какое-то извне. Ну, то есть, допустим, вот вы имеете свой бизнес, либо вы находите в партнерстве, и есть какие-то внешние факторы, которые на вас влияют. Это могут быть люди, это могут быть ситуации, обстоятельства. То есть вот здесь вот страх вмешательства чего-то извне. Вот ощущение, знаете, здесь как будто бы сценарий такой, что когда мне хорошо в жизни всегда что-то появляется, то это начинает рушить. Причем то, что появляется, это всегда третий фактор. И третьим фактором может быть что угодно. Могут быть родители, могут быть другие люди, могут быть, я не знаю, там с государством какие-то законы, перемены, я не знаю, инфляция, что угодно, да. То есть когда вот вдруг все, казалось бы, идет хорошо, это ваш сценарий. Что-то рушится не по моей вине, а по вине внешнего фактора. И поэтому у вас вот очень сильный, вот этот вот якорь стоит, страх на это. Но здесь во внешнем мире, знаете, вот люди как-то к вам достаточно мягко настроены на вас. Да. Я не вижу, чтобы были какие-то конфликты. Здесь скорее всего больше ваши опасения, страхи. Все-таки мир по отношению к вам настроен достаточно тепло, достаточно позитивно, мягко, принимающе. Я не вижу, чтобы были какие-то вот такие острые моменты. Просто устали, знаете, когда долгое время одно и то же, одно и то же, уже выходишь. Знаете, когда человек живет с опасением, с оглядкой, и вот он, когда выпускается на свободу, хочется сказать, он все равно оглядывается, да, шорох услышал, лоб сразу оглядывается. Ну, то есть какие-то привычки выработаны. И вот у вас здесь нечто такое аналогичное есть, да. Нет, очень хорошо. Вот ощущение того, что вот мир к вам очень хорошо настроен, так знаете, достаточно добродушно. Есть люди, которые готовы вам помогать, допустим, учителя, наставники. Здесь вот благоприятные энергии мира. Результаты, которые вы получаете, да, это вот тоже, если есть, то приятные. Скорее всего, вот некая такая забота, я бы сказала, да, извне, идет. Вот такая энергия заботы. Так, и это у нас были троечки. Благодарю вас за внимание. Жду вас в пятницу на раскладе про эмоции, да, философские темы, как я уже говорила. У нас по пятницам будут проходить такие расклады. Кому интересно, это будет новая рубрика. В пятницу жду вас. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.